всем респект с вами спект прокачка windows 10 самый популярный ролик на моем канале больше двух миллионов просмотр вы очень долго ждали продолжения в личке в комментариях чатах постоянно просили когда мы прокачаем один стую винду но к сожалению сразу как она вышла там прокачивать особо и нечего было все было сырое софта на него не написали но прошло время microsoft что-то пофиксили энтузиаста написали кучу софтин и который исправляет те моменты которые меня бесили в этой новой бенде сегодня ролик получится очень интересным и полезным для вас потому что я покажу не просто как ее прокачайте как ее правильно и грамотно установить сделаем первоначальную настройку которая сделает вашу виндук быстрый минималистичный посмотрим на твикер который справляют некоторые неприятные моменты а также ее лучше мы сделаем некоторые моменты удобнее чем сделала сама микрософт а также мы будем двигаться постепенно от первоначальной установки windows и настройки и и до финальной красоты им очень важный сегодняшний совет это очень пользуюсь конкретно я я люблю менять windows почти что каждые два месяца и каждый раз и провожу именно такие настройки которые улучшают мою работу за виндой и хоть при желании windows 11 можно установить на достаточно старые пк если вы захотите поиграть современные игры у вас этого попросту не выйдет хотя почему ведь есть gfn точка ру который позволяет запускать любые топовые новинки и не только на любом компьютере ноутбуке и телефоне без скачивания и установки а теперь даже через консоль xbox и браузер microsoft edge главное иметь стабильное подключение к интернету у вас будет 60 fps и full hd а во многих играх по типу доты и лола пинг даже меньше чем со своего компа сервисе доступно уже более тысячи игр и около сотки из них бесплатные помимо три пола и проектов по типу киберпанка дистанивыч докса ассасинов рака и есть и всеми любимая классика фартнайт кс апекс танки и так далее в общем игры на любой вкус и предпочтение лично для тебя при том что новые тайты добавляются постоянно очень важно вы должны обладать той игрой в которой вы хотите поиграть свои библиотеки например вы привязываете свой steam gfn и запускаете игру уже из каталога именно gfn скачивать ничего не нужно все уже сделано для вас просто кликнул и играешь волноваться о том хватит ли тебе место на диске или потянет ваш пк тоже не нужно все обрабатывается на серверах gfn и придется картинка вам напрямую с наименьшей задержкой сервис можно оправить бесплатно с 30-минутным лимитом и без ртx но если вы хотите получить максимум ощущение комфорта то смело подключайте премиум с 6 часовыми сессиями приоритетом в очередях а также с технологиями это x и dlss есть тарифы на месяц за 999 рублей на полгода за 4999 и на год за 9999 чем больше взял тем дешевле в итоге выходит также появились новые тарифы премиум на день за 249 и ночной на месяц за 399 рублей вот этот пожалуй мне подходит больше всего в наше время собирать новый игровой пк ну очень дорого и достаточно разумной идеи будет сэкономить с помощью geforce now и гонять в требовательные игры в хорошем качестве на своем устройстве уже сейчас с помощью gfn . лично сам пользовался когда переезжал калининград и денег-то пока не было спокойно игра с макбуком и сейчас затестил на айфоне не хватает геймпада а так вообще супер ощути ты всю красоту топовых игр с ртx уже сейчас по ссылочке в описании и получу скидку 10 процентов по моему личному промокоду фиспек пользуйся лучшим сервисом для облачного гейминга gfn .ru и помни что любое устройство игровое удачи переход короче так о чем это я windows 11 чтобы сделать максимально правильную чистую установку нам нужно полностью снести старую виду установить новую для этого нам понадобится флешка на 8 плюс гигабайт после этого нужно проверить совместим ли ваш пк с новым windows для этого вводим в поиск windows 11 2 ссылка листаем вниз скачем программу либо просто переходить по ссылке в описании господи где мы нажимаем проверить совместимость показать все результаты если все галочки горят зеленым значит все отлично можно обновляться если нет нужно гуглить смотреть включать на вашей материнской плате tmp 2.0 ну ты уже ничем помочь не смогу материнских плат много они все разные просто гуглите смотрите как включить конкретно вашей материнской плате tmp 2.0 все если все в порядке идем дальше скачиваем опять же с официального сайта средства для создания установочного носителя но перед этим нам нужно отформатировать полностью нашу флешку запускаем программу ли ну и просто кликаем далее 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 разберется даже ребенок после полной установки нажимаем готова и просто перезагружаем ваш компьютер на этапе когда появится логотип материнской плате заходим в бут-меню например у меня это через клавишу f12 у вас тоже там напишется в бут-меню выбираем загрузку через флешку обычно это пишется как юрифа и юсб диск что-то там еще и вот уже установка полностью чистые официальные винды нажимаем у меня нет ключа продукта далее с этим разберемся выбираем windows 11 про потому что мы профессионалы далее соглашаемся с условиями и обязательно выборочная только установка windows для опытных пользователей потому что мы опытные чисто на опыте удаляем абсолютно все разделы которые здесь есть я надеюсь и догадался что до этого нужно сохранить все нужные себе файлы далее выбираете диск на который хотите поставить винду у меня еще лишь один из из дешник поэтому я нажимаю просто далее по одному не занятому пространству происходит установка после чего компьютер перезагружается и на этом этапе вернуть старую винду и старые свои файлы уже не получится но это неважно потому что нас приветствует 11 винда здесь мы выбираем нужно вам язык после этого добавляем нужную раскладку естественно английский сша далее все интуитивно понятно называем устройство входим в аккаунт microsoft а задаем пин-конт и вам пишут с возвращением в данил ну или ваше имя обязательно здесь нажимаем настроить как новое устройство где убираем вообще все галочки далее нам предлагают настроить для каких-то определенных задач и я нажимаю пропустить потом резервное копирование файлов one drive вообще не понимаю кто этим пользуется сохранить файл только на этом компьютере и все на этом моменте наша винда установлена пятая минута видоса обязательно пишите в комментариях что только сейчас начинается ролик первым же делом лично я скачиваю nvidia experience чтобы записывать вам рабочий стол и показывать не с камеры телефона и кстати говоря это единственный нравер который я качаю в принципе на свой компьютер когда ставлю новую винду и вот мы в 11 винде самые первые действия это чтобы делать другие действия были комфортные лично я увеличиваю герцовку своего монитора захожу в панель управления nvidia и ставлю 144 герц далее в обязательном порядке ускоряю нашу клавиатуру и мышку для этого в поиске вожу панель управления мне здесь выбираю крупные значки и захожу в мышку параметры указателя и убираю вот эту галочку далее перехожу в клавиатуру и первый ползунок кручу до конца тем сам допустим когда вы будете что-то стирать на своей клавиатуре это будет происходить без задержки а нижний ползунок я уменьшаю до самого конца потому что мне нравится когда эта штука мигает далее обязательно обновляем windows потому что помимо обновления тебе еще и докачиваться все нужные драйвера для этого переходим в параметры центр обновления windows и скачиваем все абсолютно здесь возможно потребуется несколько перезагрузок например вы все скачали перезагрузились после этого опять нажимаете проверка и если что-то осталось опять же скачиваете и перезагружаетесь пока не будет вообще никаких обновлений ну а теперь помните когда мы только начали устанавливать windows 11 мы выбирали у меня нет ключа продукта так вот сейчас на экране занимаюсь именно тем что ставлю официальный ключ windows 11 который доступен абсолютно всем после этого у меня абсолютно официальная винда с официальным ключом без каких-либо активаторов абсолютно все законно и об этом я расскажу себя в телеграм-канале потому что правило ютубы все равно не позволяет рассказывать о таких секретиках windows ссылочка будет описание там я полностью досконально объясняю что мы сейчас делаем и как это работает а мы идем дальше с уже активированной виндой чистим винду от мусора для этого переходим в параметры приложения приложение возможности и здесь удаляем абсолютно все что вы считаете а вновь всякий one drive и новости музыка можете поставить видос на паузу и посмотреть что конкретно я удаляю так как видос искоренной перемотки а мы идем дальше меню пуски также удаляем и нужные приложения я не знаю каким образом на тикток инстаграмм фейсбук вот сам спутифай предустановлен windows 11 их я удаляю все остальное я открепляю от начального экрана из нужных элементов остается только вот это остальные приложения которые я буду скачивать например дискорд steam telegram я буду закреплять на начальном экране она будет появляться здесь именно отсюда я буду запускать все нужные мне приложения которыми я часто пользуюсь далее переходим в параметры персонализация панель задачи выбираем абсолютно все галочки потому что мне оно не надо далее мы опять заходим в параметры персонализация и пуск здесь убираем везде галочки тем самым мы убираем раздел рекомендуем который всех так сильно бесит никуда не уходя заходим в раздел папки ставим галочки которые вам нужны лично у меня параметр проводник загрузки и видео чтобы я удобно мог заходить именно в эти разделы через нижнюю панельку меню пуск как бы совсем понятно а зачем мы добавили проводник бесполезная же вещь скажите вы не совсем заходим в него нажимаем три точки параметры и здесь мы выбираем сам первой строчки этот компьютер теперь каждый раз нажимая на проводник у вас будет открываться этот компьютер здесь можно хорошо разгуляться например создать отдельный том или у вас есть отдельный диск или прямо на диске c создать отдельную папку где вы будете хранить свои файлы лично я так и делаю на рабочем столе у меня вообще нету файлов нужное приложение запускаю через меню пуск а файлы храню в какой-то из папок в которой также захожу через меню пуск все очень удобно далее если вас также как и меня бесит уведомления можно их полностью отключить для этого опять же заходим в параметры система уведомления и убираем здесь галочку как же избавиться от корзины на рабочем столе для начала закрепим ее на начальном экране чтобы навсегда ее не потерять далее заходим параметры персонализация темы и параметры значков рабочего стола убираем галочку с корзины нажимаем ок и теперь корзины на рабочем столе у нас нету что по поводу браузера microsoft edge windows 11 прекрасен если посмотрите тесты в интернете то увидите что он самый быстрый но у него есть одна убиваторская фишка например мы находимся на сайте youtube я нажимаю на три точки нажимая приложение установить youtube после этого у меня youtube становится как отдельное приложение скажите типа ну зачем также браузере буду смотреть вы посмотрите насколько меньше она живет оперативной памяти и процесс это вообще законно она работает шустрее не живет ресурсы вашего компьютера сайты на которых вы часто сидите можно сделать как отдельным приложением это просто офигенно не могу прям на сто процентов рекомендовать этот браузер так как пользуюсь им всего лишь месяц но если вы перестанавливаете 11 винду почему бы не скачивать какие-то там другие браузера просто попробовать на нем посидеть также месяцок и уверен вам понравится лично мне зашло знаете вот смотрю на этот браузер оформление что-то не то конечно забыли поставить темную тему я без этого жить не могу заходят персонализация и выбираем темную тему я предпочитаю еще и отключить прозрачности полностью тут уже смотрите как лично вам больше нравится но я предпочитаю прям чисто черную без всяких там украшательств далее прям реальная фишечка windows 11 заходим в параметры система листаем самый низ буфер обмена и ставим первую галочку теперь допустим представим такую ситуацию вы что-то скопировали вставили после этого опять что-то скопировали вставили но вам резко понадобилось то что было на этап ранее вы просто нажимаете windows плюс в и у вас открывается буфер обмена со всей истории тем самым вы допустим можете скопировать сразу несколько файлов и они у вас будут именно здесь но помимо этого здесь еще всякие значки гибки смайлики в общем реально полезная штука чтобы ничего скопировано не потерять и всегда всякие значки были под рукой теперь допустим вы реально хотите стать с красным таким не тратить свои микросекунды на анимации тогда заходим опять же в параметры специальные возможности визуальные эффекты и эффекты анимации выключаем теперь когда вы что-то сворачиваете что-то открываете это будет происходить с наименьше задержкой практически и он нету но я предпочитаю все равно с этими анимациями сеть потому что они красивые блин далее с помощью твикеров мы исправим некоторые неприятные моменты windows 11 которые хотели бы люди чтобы были как десятки 1 твикер справляет контекстное меню когда мы нажимаем про кнопку мыши по рабочему столу или по какому-то приложению папки у нас влезает новое контекстное меню windows 11 но многим нравится как было раньше когда было тут каши из всего людям это просто привычно и лично мне тоже ведь как говорится раньше было лучше в общем переходим на гитхаб и здесь можно ознакомиться с инструкциям но мы нажимаем код довольно zip и распаковываем то что у нас получилось классик контекст меню он нажимаем после этого перезагружаем компьютер и теперь когда мы нажимаем прав кнопка мыши по любому элементу у нас открывается такая же штучка как было windows 10 если вам это по каким-то причинам надоело и вы хотите чтобы было контекстное меню как windows 11 то нажимаем off и также перезагружаем компьютер очень полезный твикер лично для меня думаю для многих тоже ссылочка будет в описании как и на следующий который исправляет у нас тоже один неприятный момент windows 11 какого-то фига нельзя перенести какой-то файл какую-то программу если она у вас свернута и когда ты монтируешь видосы это очень сильно бесит опять же на гитхабе нашел отличную программу с открытым исходным кодом то есть безопасно на сто процентов можете сами проверить код который исправляет эти неприятные моменты тут я советую ознакомиться с инструкцией но если вам лень то просто сначала установите microsoft visual c++ 2015-2022 после того как установили страны и микрософтовские пакеты нажимаем на релизы и нажимаем на эту кнопочку здесь скачиваем самый первый файл так как эта программа порты был версия она не требует установки советую ее закинуть куда-нибудь далеко где вы ее точно не удалите после того как вы ее запустили она у вас появляется в 3 и вы можете спокойно приносить файлы в любые программы папки без проблем почему по дефолту windows 11 такого нету я не понимаю теперь вопрос как сделать так чтобы это прямо запускалась автоматически когда вы уходите windows нажимаете в 3 и по нее пкм конфигюре у вас автоматически открывается документ и сайт инструкции советую с ней ознакомиться но если лень просто слушать и смотрите что делаю копируем значит эту строчку вставляем ее в документ через строчку самой последней и меняем 0 на единицу после этого сохраняем документ с помощью control с у нас должно появиться окошечко где мы нажимаем до после этого все готово можете проверить зайдя в панель задач автозагрузки и здесь будет это прямо как в автозагрузках теперь каждый раз когда запускаете винду она будет автоматически у вас запускаться и висеть в 3 вы можете спокойно приносить файлы замечательно круто классно что делать если она вам надоело и вы хотите ее удалить мало ли кому-то это понадобится в общем заходим в конфигуре меняем единицу обратно на нолик теперь ее у нас в автозагрузках нету а чтобы ее просто удалить ее просто удалить и саму программу и все к сожалению я пока что не нашел никакого твикера который позволяет полностью убрать вкладку рекомендуем сменю пуск но если когда-то такой появится я обязательно пишу в комментариях уточню и в описании оставлю ссылку где вы уже сами сможете ознакомиться с инструкцией так как каждый день я делаю просто сотни скриншотов я не могу обойтись без программы шеи x многие люди писали что типа да она не нужна зачем есть стандартные ножницы зачем ее устанавливать вы просто посмотрите что она умеет так уж получилось что это один из самых незаменимых инструментов не в принципе в моей деятельности а принципе моего окружения люди которые пользуются этой программе благодарят меня просто неимоверно она очень крутая но давайте покажу вам как ее правильно установить скачиваем с официального сайта либо со стима там и там она бесплатно но лично я со стима не качаю потому что сторонний лаунчер могут быть проблемы с автозапуском но его нафиг но вы смотрите как хотите лично я с официального сайта всегда качаю после того как установили запускаем и заходим в горячие клавиши меняем 1 на 2 то есть чтобы на захвате области был print screen а на захвате всего экрана был control print screen теперь нажимая на print screen у вас открывается невероятная панелька с кучей возможностей это считай строенный photoshop в одну кнопку и тут вы можете делать чего хотите стрелочки смайлики обводки выделения создание png картинки куча возможности которые я просто сейчас не перечислю обязательно попробуйте сами в этом покопаться это отличнейшая программа которая ускоряет мою работу и принципе мои скриншоты когда я что-то отправляют друзьям делаются более информативными и все это на одну блин кнопку общем люди которые говорили что ножницы на винде справляются не хуже со скриншотами когда-нибудь вы попользуетесь шерексом и я уверен возьмете свои слова обратно ну и остались всякие украшательства это скачать какой-нибудь will paper engine добавить виджет и рассортировать свои файлы по папкам поставить приложение в меню пуск на быстрый запуск в общем обо всем этом я говорил в прошлых своих видосах повторяться не вижу смысла здесь только интересный контент в общем такие настройки провожу каждый раз когда устанавливаю себе новую винду из windows 11 я пришел от именно к таким вот настройкам меня все устраивает пока что но если что-то появится еще лучше я обязательно сделаю об этом еще один ролик но только если вы покажете свою заинтересованность под этим видосом лайками я назову просто нереальную цифру 80000 лайков если такая цифра когда-то появится под этим роликом обязательно будет продолжение но я больше чем уверен что такой цифры не будет поэтому фиспект может спать спокойно а вам большое спасибо за просмотр пользуйтесь только самый быстрый windows 11 самой удобной и самой четкой и красивой удачи мои хорошие пока